И к другим темам. Мы отмечаем праздник Победы особыми мероприятиями и акциями. Класс доброты – одна из них. По инициативе полномоченного по правам ребенка она развернулась в российских школах в конце апреля. Ее цель – рассказать о героических поступках юных современниках. В кримских школах акцию активно поддержали. Не сегодня торжественно подвели ее итоги восьмой школе. Они просто дети и в момент опасности даже не задумывались, что совершают геройский поступок. Мария Неанилина из Томилина во время купания увидела тонущую девочку. Не растерявшись, она подплыла и вытащила ребенка на берег. Павел Жаров, заметив пожар в соседском доме, помог выбраться людям и вызвал спасательную службу. Мы горды тем, что учимся в школе, которую в прошлом году закончил Жаров Павел. Замечательный человек, который, попав в трудную ситуацию, не растерялся. Об этих примерах необходимо рассказывать. Убеждена уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее инициативе 23 апреля стартовала всероссийская патриотическая акция «Класс доброты». Клин в числе активных участников. Итоги акции подвели сегодня в восьмой школе в присутствии амбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой. Сегодня дети, на мой вопрос, смогли бы вы совершить подвиг, честно не знали, что ответить. Но вопрос хороших поступков каждый день и принятие решения в пользу добра – это, конечно, в их силах. В рядах учеников восьмой школы юнормейцы, тимуровцы и талалихинцы. Они не раз протягивали руку помощи ветеранам, одиноким и пожилым людям. Ребята активно поддерживают как окружные, так и областные полезные инициативы. Нужно быть неравнодушным к тем, кто нуждается, и предоставлять им свою помощь по мере своих сил. Поэтому у нас проводятся такие уроки, которые мы проводим, чтобы люди раскрывали свои таланты. И, может, где-то среди нас здесь был сегодня герой. В преддверии Дня Победы ребята приводят в порядок воинские захоронения и готовятся вновь принять участие в акции «Бессмертный полк». Валентина Мордовина, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.